друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр перед вами модель под названием meizu mx4 это модель 2014 года выпущена была она в ноябре поэтому как бы сейчас уже снимаем 2015 в середине 2015 года довольно таки интересный смартфон интересная цена у него технические характеристики шикарный дизайн есть о чем поговорить есть что рассказать про этот смартфон поставляется эта модель вот в такой вот коробке сзади есть все стандартные его технические характеристики кому нужно сделать стоп сделайте и посмотрите их данная версия у нас идет на 16 гигабайт встроенной памяти коробочка выполнена в виде книжки рассказываются основные моменты про 20 мегапиксельную камеру и так далее здесь у нас документация производителя и здесь зарядка и юсб кабель зарядка у меня в комплектации идет на 1 ампер телефон телефон у нас выполнен интересном размере размер дисплея составляет 5 36 дюймов здесь full hd разрешение экрана более точно разрешение экрана здесь 1920 на 1080 а еще точнее это будет разрешение сейчас я вам покажу чтобы не соврать сразу же через программку antutu разрешение составляет 1920 на 1152 модель имеет шикарный внешний вид дисплей очень такой темный приятный на первый взгляд сама модель выполнена в таком интересном дизайне есть белый вариант есть вот серебристый вот такой вот как у меня спереди у нас он одна сенсорная кнопка стандартная других сенсорных кнопок здесь нет сверху разговорный динамик датчики приближения освещения и 2 мегапиксельная фронтальная камера минус сразу же говорю что здесь в этом смартфоне нет индикатора пропущенных звонков грань смартфона выполнена полностью из металла стальные кнопочки здесь регулятор громкости все выполнено из стали здесь у нас качелька громкости вверх-вниз сверху разъем под наушники кнопка включения выключения и микрофон здесь нет ничего снизу у нас динамик микрофон и разъем микро юсб этот разъем кстати поддерживает оттк то есть можно подключать мышку в клэф флешку клавиатуру сзади смартфон имеет вот такую вот панель сразу же хочу сказать что эта панель она выполнена не из металла но она имеет вид металла скорее всего это пластик скорее всего с каким-то особым напылением видим мы логотип meizu и видим мы 20 мегапиксельную камеру и двойную вспышку крышечка это снимается многие пишут что снимается довольно таки тяжело как по мне ничего сложного нет довольно таки легко она снимается ну по крайней мере у меня здесь мы видим версию смартфона встроенный несъемный аккумулятор который имеет емкость 300 один слот под симку симка здесь у нас одна в этом смартфоне это тоже его минус и это симка микро симка поддерживает стандарты gsm 3g 4g то есть с этим все в порядке крышка это закрывается довольно таки плотно однако в некоторых местах можно заметить минимальный люфт например вот здесь ее можно немножко так по прижимать и она более плотно становится прилегать к корпусу в этом опять же минус этого смартфона потому что например в мэйзу м1 нот который сейчас актуален 2015 году таких проблем нет потому что там корпус неразборной и люфтить чему-то там просто-напросто нет возможности здесь со сборкой тоже все отлично но есть вот эти вот моментики когда эта крышка не полностью прилегает в целом по дизайну конечно очень шикарный смартфон и стоит сказать о том что 536 все-таки удобнее чем 5 и 5 удобнее носить его в кармане удобнее он просто по размеру как сам по себе смартфон ну и плюс конечно же в дизайн когда мы включаем экран мы сразу же видим эти шикарные очень тоненькие рамки которые буквально я не знаю полтора два миллиметра максимум благодаря чему смартфон смотрится действительно очень очень классно в тот же мэйзу мэйзу м1 нот у него рамки эти довольно таки больше ну не обращайте внимание он у меня в пленке но рамки довольно таки большие в два раза больше и по размеру вот мы из м1 нот и мэйзу м x4 вот они вот такие то есть м x4 гораздо меньше скажем так прошивка у этого смартфона стандартная заводская есть варианты прошивок с различными буковками у нас это буква а это значит что это максимально адаптированная прошивка для всех пользований это не интернациональная версия смартфона однако китайского здесь нет все на русском все настройки все 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 есть предустановлен play market а если он даже не предустановлен то естественно мы перед продажей перед отправкой нашим клиентам этот play market устанавливаем устанавливается он довольно таки просто через google installer далее play market и все у нас запускается все отлично работает стандартная прошивка свайп сверху вниз свайп снизу вверх это у нас будет запуск панели диспетчера задач здесь можно обнулить эти все приложения которые у нас доступны можно зайти вот так вот в настройки в настройках у нас тоже все полностью на русском языке стандартные настройки звука экрана батарейки gps и так далее особо здесь останавливаться не на чем прошивки стабильные нормальные за время моих тестов проблем с этим не было можно без проблем пользоваться давайте зайдем в antutu посмотрим его технические характеристики и что из себя представляет эта модель во первых покажу вам сразу же историю проведенного теста antutu набирает эта модель в районе 46 тысяч баллов вот один тест вот второй тест по техническим характеристикам если говорить на момент 2014 года в ноября 2014 года то конечно это было вау это было что-то нереально мощно это было мтк 6595 это восьмиядерный процессор он работает с четырьмя четыре ядра по 2 и 2 4 ядра по вроде бы по 1 и 4 то есть это все сделано для того чтобы максимально экономить батарейку и в некоторых отзывах в интернете пишется о том что экономия батарейки таким образом достигается в районе 20 процентов здесь 1920 на 1152 разрешение дисплея это почти full hd стандартного разрешения full hd нет потому что размер экрана просто у нас нестандартный 536 достоинством этой модели является камера 27 мегапикселей 2 гига оперативки 16 встроенных здесь карта памяти не ставится это тоже огромный минус этого смартфона ну и сразу же стоит сказать что есть в продаже эта версия с 32 гигами встроенной памяти здесь конечно будет поинтереснее повеселее ну и процессор это еще у нас 32 битный а не 64 как выпускают сейчас современные смартфоны 10 точечный мультитач плотность пикселей 480 2 4 мегапикселя камера видео запись у нас происходит на основной камере на 20 мегапиксельный это 4 кей толщина смартфона составляет приблизительно 9 миллиметров 8 и 9 если быть точным если сравнивать эту модель по техническим характеристикам с моделями актуальными вот на момент июня июля 2015 года то эта модель довольно таки неоднозначно она стоит в китае приблизительно сейчас 260 долларов ну тот же мы за им один нот можно купить за 190 примерно по производительности эта модель конечно же будет лучше но каких-то таких супер отличий ней конечно же уже не потому что уже практически 9 месяцев этому смартфону ну конечно на тот момент это было что вот ну да ладно давайте подведем итоги мы в конце я выскажу лично свое мнение по поводу целесообразности приобретения именно этой модели 2 гига оперативки сейчас это для нас как бы ни о чем потому что есть же и с 3 есть asus Zenfone 2 у которого 4 гига поэтому эта характеристика ну довольно таки непосредственно а вот камера 20 мегапиксельная да это ж датчиков которые есть в этом смартфоне можно посмотреть через z-device тест сразу же скажу что nfc данная модель не поддерживает зато есть гироскопы вспышки приближение освещения gps который поддерживает а gps под полноценный gps и глонас спутники тестировал я естественно данные по аккумулятор этого смартфона здесь у нас установлен аккумулятор на 300 миллиампер часов кстати говоря можно вот так вот интересно будить смартфон и таким же образом его тушит то есть двойной этап по экрану довольно таки прикольно не обязательно нам тянутся к этой кнопки сверху всегда так вот по поводу аккумулятор аккумулятор здесь на 300 миллиампер аккумулятор по идее должен очень хорошо держать но результаты у меня получились ну довольно таки средненькими если сравнивать эту модель с опять же meizu m1 note я провожу аналогию с ним потому что meizu m1 note это актуальная модель на сегодняшний день то мази м1 note со своим mtk 6072 будет куда более автономнее показала эта модель mx4 у нас 4812 баллов в режиме воспроизведения видео из youtube а у меня получился результат 4 часа 0 минут со 100 процентов до 2 это у меня включенный включен был youtube максимальная яркость естественно в вай фай и в режиме игры epic citadel со 100 процентов до 9 2 часа 49 минут то есть результаты по аккумулятору довольно такие средненькие ничего выдающегося ну и ничего плохого здесь тоже нет gps я как всегда тестировал gps отличный несмотря на то что мтк процессор спутники ловит моментально есть спутники глонос спутников ловит очень много и держит их стабильно звучание смартфона меня порадовало здесь один динамик располагается он вот здесь звук хороший как и внешнего динамика давайте я вам пару стандартных мелодий покажу включу и звук также мне очень понравился когда я прослушиваю музыку через наушники и разговорный динамик микрофон тоже отличные все люди меня слышат хорошо звук действительно качественный не какой-то там из трубы не какой-то там с эхо и так далее дисплей дисплей конечно же заслуживает внимание здесь full hd разрешение экрана обычный дисплей но углы обзоров очень классные они максимальная матрица применена по технологии икзо то есть это матрица такого хорошего качества как во многих смартфонах zte ну действительно углы обзора шикарные конечно же есть модель mx4 pro у которого разрешение две с половиной на 1500 там экран еще интересней но в данном случае мы рассматриваем модель именно mx4 обычный по производительности естественно с таким процессором с двумя гигами оперативной памяти ну никаких проблем не будет абсолютно с любыми задачами то есть даже новинки смартфонов которые выпускаются сейчас вот буквально asus zenfone 2 они вот примерно плюс-минус по производительности идентичны этому смартфону который появился но уже девять месяцев назад если сравнивать meizu m1 note который на процессоре mtk 6752 который набирает в antutu приблизительно 38 39 тысяч баллов вот у меня результат получился 39 864 то эта модель набирает 46 тысяч баллов и разница конечно очевидна давайте запущу вам несколько современных игрушек просто посмотрим как они воспроизводят теперь перейдем непосредственно к камере как главному достоинству этого смартфона здесь очень много интересных настроек есть в основном как бы идет весь смысл в том что идет камера на 20 мегапикселей 27 мегапикселей основная камера эта же камера умеет записывать видео формате 4к фронтальная камера у нас довольно таки тоже неплохая 2 и 4 мегапикселя особо там смотреть нечего во первых очень быстро работает фокусировка очень быстро происходит сам процесс выполнения фото и фотографии действительно получается очень качественные есть много различных режимов есть например режим макро когда мы действительно можем сделать фотографию действительно в макро есть много различных режимов еще замедленная съемка сканер особого внимания насколько я понял заслуживает ручной режим где можно играться с различными настройками и у людей на форме 4p да я просто видел примеры фотографий получается действительно очень крутые снимки с долгой выдержкой в темных в темное время ночью фотографии получается действительно шикарного качества что могу сказать по своим личным ощущениям когда я делаю фотографию на экране я вижу непревзойденную картинку я вижу идеальную четкости соображения и так далее когда же я начинаю смотреть результат который у меня получился в той же галереи почему-то фотографии у меня получаются не такими четкими как бы мне этого хотелось не знаю с чем это связано я особо не пробовал не заморачивался там по этому ручному режиму несколько фотографий я сделал попробовал но особо отдельных каких-то результатов у меня не получилось по экрану ну вот я сейчас вам на камеру показываю вот какого она качества все получается что все четко все красиво но потом когда я эту фотографию начинаю смотреть в галерее почему-то картинка у меня не особо блещет супер четкостью ну в общем ладно я сделаю фотографии сделаю при их очень хорошем освещении днем запишу вам 4k видео все это можно будет посмотреть в описании по ссылке ну а 4k видео загружу на youtube и сможете тоже оценить качество я думаю качество получится хорошее но а в чем может быть фишка того что на экране вижу одно качество получаю его совсем другим я жду от вас комментариев будет интересно почитать научите какой вывод можно сделать о смартфоне meizu mx3 модель довольно таки старенькая уже она выпустилась 9 месяцев назад модель стоит до сих пор довольно таки немалых денег имеет шикарный дизайн имеет шикарный дисплей камера звук все классно производительность суперовая минусы этого смартфона это то что в нем всего лишь одна сим карта это то что в нем нет карты памяти слота под карту памяти выпускается эта модель в с объемом памяти 16 и 32 в принципе этого достаточно 32 гигов но вот 16 гиговая версия я думаю будет маловато так как свободной своей памяти остается довольно таки немного давайте сейчас вам сразу же этот момент покажу подсчет памяти у меня запущено две игрушки мощных и всего доступно 1456 меня свободно 817 если говорить о целесообразности покупки этого смартфона на сегодняшний день то тут нужно очень хорошо подумать потому что смартфон имеет одну симку всего лишь нет карты памяти тот же meizu m1 note имеет две сим карты имеет более большой дисплей но видно конечно же не вооруженным глазом что модель meizu mx4 это модель более высокого класса meizu m1 note это более такой простенький более бюджетный вариант и этим все сказано но по-прежнему если сравнивать цену то meizu mx4 обычная mx4 не про версия стоит в китае приблизительно 250 260 долларов meizu m1 note стоит приблизительно 190 долларов стоит ли переплачивать эти деньги за эту модель решать конечно же только вам если бы я снимал этот обзор 2014 году как только эта модель вышла это бы конечно был восторг восторг однозначный без без каких-либо негативных эмоций все бы было бы супер но сейчас когда есть asus Zenfone 2 когда есть meizu m1 note gus 3 с 3 гигами оперативки как бы модель да классно есть за что здесь платить но нужно очень думать в выборе потому что меня например смущает одна сим карта на этом все буду прощаться спасибо большое за обзор по поводу камеры напишите мне в комментарии кто знает в чем дело подписываемся на канал ставим лайки к этому видео подписываемся к нашу группу вконтакте ну и заходим к нам в интернет магазин делаем покупки спасибо всего доброго